Праздник Рождества Это светлый, добрый праздник. Как бы ни банально звучало, все мы ждем не только добра от этого светлого праздника, но и чудес. Особенность таких праздников, моих любимых праздников, заключается в том, что каждый из нас, каждый человек идет своей дорогой к своему храму. Это то величайшее достояние, которое мы с вами имеем. Мы, зачем идем своей дорогой к храму, абсолютно убежден все те, кто идут в храм, идут за миром, идут за прощением, идут за теми христианскими ценностями, которые живут в нас. Также президент подарил икону, которая останется в храме. В качестве ответного шага ему преподнесли колокол. Пусть это будет подарок для всех сегодня пришедших и для вас тоже. Пресвятая Богородица, помогай нам и охраняй города и веси наши. В памяти сегодняшнего посещения Александра Григорьевича просим принять в дар вот этот колокол, который был изготовлен к освящению храма. И пусть служит напоминанием сегодняшней нашей встречи. И этот макет храма, в котором мы сегодня молились, встречались, и книга, и отрет Бог всякую слезу, в которой в таких трогательных словах, искренних, глубоких, художественным языком излагается история этого места, история и нашей Беларуси. И дай Бог, чтобы мир и Божье благословение было на нашей земле. С праздником, со святым, с Рождеством Христовым! Христос народился! Ангелы спевают, чудо-чудо возвещают. Поздавите, дядя, и за большом святым вечером! В этот день и в храмах Бобруйска многолюдно. По преданию, в рождественскую ночь зажглась первая звезда над Вифлеемом. На свет появился младенец Иисус Христос. Сын Бога, пришедший на землю, чтобы спасти человечество и даровать им вечную, небесную жизнь. Вот уже на протяжении двух тысяч лет верующие приходят в храмы, молятся и переживают этот момент снова и снова. В храм важно приходить для того, чтобы был мир у тебя в душе, в своих мыслях, в своих поступках, в своих отношениях к другим людям, к тебе окружающим. Для того, чтобы оценить свою жизнь, да, и настроить ее на правильный путь. Появление на свет Бога-младенца – это настоящее чудо. После тяжелого, во всех смыслах 2020-го, каждый белорус ждет именно чудо. Год уходящий нас еще не отпускает. Многие верующие в масках – таковы эпидемиологические правила. Но сегодня все проблемы ушли на второй план. Люди прославляют своего спасителя, молятся за мир, любовь и спокойствие на родной земле. Если есть Рождество Христово, значит и все остальные праздники имеют место быть. То есть и крещение Господне, и святение Господне, и в конце концов светлое Христово Воскресение. Поэтому святитель Иоанн Златоуст говорил так, что праздник Рождества Христова – это матерь всех великих наших праздников. Бог, Он в каждом из нас должен быть, так или иначе. И поэтому нужно стараться чтить традиции и приходить сюда и для себя, и для близких, и для всех нас. Мы приходим, чтобы почтить Иисуса Христа, прославить Его, и поблагодарить, что Он родился, чтобы нас спасти. Он пришел в этот мир ради нас и знал, зачем Он приходил. Праздновать Рождество Христово православные христиане будут на протяжении 12 дней. В это время принято навещать близких и дарить друг другу подарки. Кульминацией станет крещение. Сердечно поздравляю вас, дорогие боголюбивые жители нашего города, светлым праздником Рождества Христова и новым 2021 году. Праздник Рождества – это один из величайших наших праздников христианских. Мы отвечаем всегда светло, радостно, празднично. И смысл праздника в том, что как и тогда, 2000 лет назад, так и сегодня, мы испытываем порой трудности, горечь нашей жизни, печали, потери близких. Но к нам приходит Господь и готов нам помочь преодолеть все эти трудности, помочь нам в преодолении наших болезненных состояний, наших неудач, скорбей и так далее. И самое главное – помочь в спасении души. Поэтому хотелось бы всем пожелать, дорогие наши жители, крепкого здоровья духовного, телесного, мира душевного, крепкой веры. И помнить – с нами Бог, и ничего страшного в этом мире быть уже не должно. С Новым годом и Рождеством Христовым! Максим Кембель, Владимир Гребеневич. Итоги недели.